Сегодня был сложный марафонский этап. Как сложился он для вашего экипажа? Да ничего, более-менее. Ну, мы там в одном месте уперлись в пыль Орли. Он нас долго не пускал, там порядка 100 километров. Потом в дюнах заторчал, и мы его объехали. А так было не очень. Ну вот, а так вообще, в принципе, день интересный, неплохой, достаточно. Быстрый в начале, дюны тоже такие, как бы, ну, не самое страшное, я бы сказал. Ну, то есть, все более-менее сложилось нормально. Ну, вот, мы не меняли ни колеса, ни пробивали, никакой ерундой другой не занимались. Поэтому, вроде как, все получилось неплохо. Сколько километров был спецучасток? Сегодня 260 с чем-то. Завтра вообще 315. И что представлял спецучасток? Ну, я говорю, в начале было достаточно быстро, быстрые дороги такие, с прыжками, каменистые очень. А, ну, вот, потом под конец 25 километров с дюнами, и после дюн опять кусок каменистой дороги. Ну, достаточно тяжелая навигация, потому что очень много дорожек. Налево-направо везде сплошные ответвления, поэтому достаточно тяжело было. Ну, ничего, все в порядке. На марафонском этапе самое важное – это сохранить машину? Да, мы вроде как бы в том-то дело. Мы не пробивали колеса, приехали, сделали профилактический осмотр, поменяли колеса. И, в общем-то, на этом все закончилось. Ну, так, посмотрели вроде все остальное, у нас все целое. А у соперников? Ну, не знаю, Нассер там что-то, по-моему, рулевую тягу менял. А так-то, в принципе, все вроде живы здесь, живые. Кроме Орли вы кого-то видели на трассе? Мы видели, когда спустились в дюн, перед нами выехал Ван Лун, и потом он куда-то делся. Не знаю, он на финиш, он приехал за нами. Поэтому я не знаю, где он ездил, не могу ничего сказать. Как здесь быт обустроен на пивуаке? Ну, пока отлично все, никаких таких жарковато. Жарковато, посмотрим, как придется спать. Нас поселились какими-то, похоже, голландцами. Посмотрим, что эти голландцы из себя представляют. То есть вы будете ночевать в палатке, здесь есть оборудованный душ, оборудованный... Да, уже душ есть, мы помылись, уже все как бы, все нормально, теперь надо как-то понять. Угу, все. Субтитры создавал DimaTorzok